Ну что, ену на Блашин рынок, ну и, конечно же, купил нам сладость полакомиться. Вот выбирал взять яблочный гурман, либо меренговый рулет. Но в итоге решил, что Асе понравится, что сверху ягодки лежат. Хотя гурман, наверное, посытнее будет яблочный. Вот в такую упаковочку мне упаковали. Ну все, еду заснять вам видео. Это кафе в моем доме, можно приобрести вот всякие такие вкусности. Иногда захожу кофе выпить, блинчики с мясом 145, кишку с курицей 160, сырники 2 штуки 145. И здесь профитроли 3 штуки 160. В Москве сегодня хорошая погода. Солнышко, тепло. Воскресный день. Очень много людей сегодня, по-моему, еще больше, чем в прошлые выходные. 12 часов, первый час время. Давай рыбку купим. Вот здесь кумбрию продают. Копченую. О чем рыбка? 150 штучек. Тут с самого начала вижу, вот такая жерандоль у меня стоит. Какую цену жерандоль? Кто? Жерандоль какой ценой? 15. Я свое покупал за 3, и одну, и вторую. Ну вот находил так, а люди берут по 7, по 8 и продают сейчас. Раньше их выкидывали, а теперь они в 3 дорого продаются. Это, по-моему, дулево, кружечки. Или коростень, да, с этим. Ну, с моей памятью могу забыть, может быть, и не коростень. С оленем. Там тоже старые. Дикие животные. Малыши 5000 пара. Спящие. Убаюканные. Клоузане. Шкатулочки. Хорошее состояние. Вот этого продавца я пока, ну, не знакома мне. Да, сегодня что-то, наверное, еще больше продавцов, чем обычно. Не только покупателей. Там Тетерева большого или Глухарита кто это? Вот прям старенький. И лампа вот эта вот прозрачная, по-моему, прозрачная. Не, вы можете посмотреть, по-моему, там. С птичкой. Тетерев шикарный. Кружки, я не про эту спросил, я про эту. А, эту, ну, я думал, это эта. Я думал, это эта, эти 500 рублей. Или цикаты. Цукаты, как я их все путал в кромутах. 400, и мы не торгуем. Здесь дедуля с бабулей сидят такие приятные, и чаев не чуют. А сколько они у вас стоят? Ну, лампа отдала бы по 700 рублей. А так я прошу по 900. 800 рублей отдают. Хорошие, да прикид такие. Прожили жизнь. Ею довольны, как говорится, да? А вот такая. Ну, там немного прага вручная. Это, это Германия, но там на вручную. Да, 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 вижу. А там вам за 1000. За 1000 отдают, легкие очень. Вот положите на вот... 3500. Не, не надо. 3500 продают. Ну, одна ножка есть, вторая нет. Помните, да, Элла мне отправляла вот таких парочку? Здесь она с платьем уже. Ну, и вот такая там подложечка, игольница. Красивая вещица. И Танюшка с Костей продавали вот такую же. Точно так. Или я путаю? Нет, я путаю, наверное. 1500 она стоит. Я подошел из Бельгии. Посмотрите, какой у него здесь стоит стол. И там стульчики. Четыре стульчика. Вон они с такими лапами. Ага. Здесь такая поверхность роскошнейшая. Сейчас я с другой стороны подойду. Чок такой. А? Спрашивают, как раз, цену. 300 тысяч. Но он шикарный. Какой-то невообразимый. Часики у него вот такие появились. А, вот тоже вещица интересная. Вот этого я у него не видел. Красивая. с подвесом. Наподобие той, как мне Ася подарила. Сюда вставляются щетки для обуви. О, а это что за прелесть такая? Скрипочка. Ну, видимо, как декор такой, да? Тоже поставить стеночку среди посуды. Компас. Крутящийся, вертящийся, пертящийся. Как вам лучше, чтобы видно было вот так, да? Лучше видно. Так, ну, товар у него добавился. Да, смотрю. Вот это интересная штука. Для святой воды. Вот открывается. Так, видите? Обожаю такие вещицы. И они нечастые, кстати. Они нечастые. Да, и цены у него, кстати, доступные. Такие приятные. Что еще вам показать? Сейчас что-нибудь достану, покажу. Что-то еще достану. Сейчас что-нибудь... А, вот эти шикарные две. Мои рядом тоже шикарные. Они, наверное... Ой. Не будет Сергей меня ругать? Очень дорогущие, я думаю. Так, аккуратно поставим. Лучше я вот так. Вот так, видите? Вам все равно не видно. И вот эти на ножках тоже шикарные. Ой, вот эти тяжелые, а эти легкие. Ой, какие красивые. Парочка тоже. Кавалеры, барышни. Смотрите, что еще я нашел. Что-то такое необычное. Носатые люди. Но зато они друг друга нашли. Девушка и... И парень. Они носатенькие нашли друг друга. Вот у него еще кукол много здесь. Наверное, уже побрали. Наверное, больше их было. Помните, да? Я одно время таких собирал. Вот они здесь на выбор. Все фарфоровые, по тысяче рублей. Состояние шикарное. Вот это в шляпке необычное. Отличается от других. С белым лицом. А есть что-то? Ну-ка, сейчас мы ее немного разденем. Нет, надписи никаких нет. Или это вот просто она беленькая такая из... Да, она из этого. Бисквитная. А эти розовенькие. Есть поменьше. Здесь вот такие. Оп. И что-то у меня хочется. Потому что опять солнечно. И когда солнечно, ничего не видно. Красотки, да. Лошадь. Да, но стол шикарный. Стол шикарный. Кстати, вот я у него увидел трости. Марк, какую брать? Трость. Дарец Сергей. Орел и этот. Ну, я склоняюсь к орлу. У слоника, говорят, должен быть хобот вверх, чтобы удача была. Кувшин, смотрите, невероятной красоты. Латунный. С такой-то ручкой кружевной. И зольничек вот такой. Грань, как стакан граненый. С ручкой. Там, с ручкой здесь. Чтобы удобно было высыпать, да, залу из него. Красивая вещица. Всех протягивает стол. Все смотрят на стол. Спрашивают цену, потому что он будет, конечно, сразу видно, что это что-то невероятное. Давайте еще раз поближе я вам его подсниму. А это лампа, кстати, такая. Как маяк, да? Ух ты, видишь. Давайте поближе все-таки покажу вам. И сбоку тоже нарезной. И ноги-лапы там у стола, и у стульчиков ноги-лапы. Так, ну, пойду дальше остальных снимать. Вот эти мне, конечно, понравились. Ну, ладно. Вот эти парочка. По-моему, он сказал шесть. Пара шесть. А те четыре, восемь. По четыре вот эти два на мраморе. Оленята так еще и стоят. Нет. И вот, что я еще у него обнажурил. Италия. Вышивка в деревянной раме. Старенькая. Сколько стоит, подскажите? Три пятьсот. Три пятьсот. Шикарная вещь. Стекло выпуклое. Родное, я так понимаю. Так. Ага. Вот необычный. С рисунком. Обычно они, ну-ка, однородные. А такая ступочка? Три тысячи. Три тысячи. Хорошая. И светильник. От плафона, светильник с юбочкой. Тоже старенький. А чайник? Чайник шесть. С накрывающимся носиком. Да, хорошая вещица. Два таких одинаковых. А это флакон, да? Все пишут. А из чего это? Молочность? Ага. Вот, честно говоря, вообще мне, конечно, вот такой таз нужен. Вот он. Прям идеальный. По глубине. Достаточно шикрокий. И он прямо золото-золото, да? Не черненый, ничего чистый. Шикарный. Три тысячи он у них. Ну, в принципе, это нормально. Ну, три пятьсот. Для меня три. Так. Надо думать. Потому что у меня незаконченная на кухне история. Ну, кран потом найти еще. То есть раковины на кухне у меня пока так и нету. Я жду и ищу таз. Самовар шикарный, да. Перевозится с места на место. Ну, правильно, где-то товар такой покупается и приобретается, а где-то эдакий. Надо тусовать его. Один народ здесь прошел, другой там прошел. Поехал самовар, да? Здесь валеночки стоят. С калушеками сразу. К свете подошел, пока у нее стоит этот поцелуйчик зеленый. У нее вот бусики вот эти, рис. Какой он рис, как называется? Перламутр. Они в интернете... Это, знаешь, что перламутр старый, калиброванный. Видишь? А, калиброванный рис. Да. Ух ты! Такой формы. Он очень хороший, очень редкий. Да. Лешка, это серебро. Да? Да. Ух ты ж! Это старые вещицы, да? Какой десантник? По-моему, это руками делали, да? Такие штуки. Вот этот подешевле. Вот этот возьмите. Вот этот полторы отдам. 925. Тоже с орибкой ракушкой. Она безразмерная, бабочки. Винтажные клипсики. У меня такие роскошные вещи вчера обувь. Ну, главное, что берут. Жак, раздевайся. Пока. А какой будет? Отмечной. Хороший. Вот это будет. А, это что такое? А, это дракончик. Среди книг умная барышня сидит. Заведующая библиотекой, наверное. Тетя Маша. Ой, тетя Маша. У меня мама тетя Маша. Мариванна. Кстати, у Вячеслава Михайловича Зайцева мама Мариванна. И у меня мама Мариванна. Когда я с ней знакомилась, я говорю, вы Зайцев, я Рыбников. Первый раз, когда мы нас познакомили с ним. У вас мама Мариванна и у меня мама Мариванна. Ой, сорвал этот. И что еще? А, ну и потом он мне, Павел, показывал свою коллекцию. Подарил свою книгу. Она у меня, конечно, есть лежит. Но я почему-то не постеснялся, чтобы он расписался спросить. А хотя надо было, наверное. Хотя, может быть, еще пересечемся. Кстати, мне вот звонили те, кто с ним часто имеют дело. Говорят, что он даже стал ходить. Что ему лучше стало после вот этих всех реабилитаций, которые с ним вот сейчас провели. Лежал в больнице, что-то там делали. Ему, короче, даже ходить начал. Ну, дай бог, чтобы все было не получше. Наволочки 150 рублей на подушечке. Не знаю, сколько их здесь. А, вот вторая, но она больше. Она больше. 150. Так, и это, наверное, тоже большая. Да, две большие. Мне маленькая понравилась. В случае 150 нормальная цена. И там еще что-то старенькое такое есть. Чешки рядом там рассматривают какую-то ерунду. Наверное, лет по 9-10 матерятся, как сапожники. Говорю, мальчик, что так материться? Ладно, не будем. А, таки быстро ответил. А это для королей. Находочки. Ну, вот это совсем старенькое, да, с пружинами. Ну, визитница вроде бы вот такая роскошнейшая. Прием ведешь вот так вот. И вставляешь свое, свое имя, имя, фамилию или этот логотипчик. Дверная история. Так, это, наверное, карандашницы такие. По-моему, из гильз, да? Угу. А ступочки в какую цену? Ступочки. Полторы тысячи. Полторы тысячи без пестика, или как его назвать. И вот, смотрите, какие тоже. Это, наверное, для окон. Вань, тебе две за две. А, хорошо. Тоже от окон, да, штучки такие? Скучно. Я тоже как-то одно время за таким охотился. Выбираете? Да, забираю. Шикарный, шикарный, да. А ты, кстати, нам за сколько? Ты что там есть? Это что? Ну, я бы забрал, да? Можно я это? Отлично. Да, сейчас я. Где они сегодня стоят? Повсюду. Странно, что тут не стали. Очень много людей сегодня. Пепеличка. А, она легкая. Легкий металл. Барышня раскинула. А, это не платье она раскинула. Нет, платье, платье. Я думал, плащ. Нет, это платье такое. Шифоновое. Как повезет, как стремлет. Сколько такая стоит? Тысячу рублей. Тысячу рублей. Ангелочек. Ну, кто-то сам рисовал. Видно, даже прочерчены там губы и глазки. Ну, и самостоятельно, по-моему, разрисовывали даже раму. Но вещица... Ой, извиняюсь, за... Тернул за шторм. Вещица прелестная все равно. Приятная, солнечная такая. С грустинкой, с небольшой. К Феде подошел. Он мне отдал эту маску. Подарил. Там ее склеить немножко надо. Но шикарно. Сейчас даже в Ере купите. Очень дорогие. Из Италии привезенная она в свое время. Прикольная. Тарадрам, тарадрам. Главное, чтобы... Костюмчик сидел. Это, по-моему, инкассационная, да, для инкассаторов? Сумочка такая. Сколько она денег-то себе перетаскала? Я-то не воюю. Какой хороший зайка. Какой прекрасный. А, зайчиха. На ней платье. Фартук, по-моему. И шарф. Брошью. Где обезьянки лежат? Похоже, одной хозяйки одного времени, да? И еще вот такая обезьяночка тут. Из норки. Надо же, кто-то делал. Руки у нее. Руки. Перчатка как будто. Рогатка. Да, и ты рогатку не сломаешь. Вот так. У этих. У бандюк. Пацанов забрать ее и сломать на... Ну, на их глазах. Так сломаешь такое. Хотя это ушло в прошлое. Кто сейчас интересуется рогатками? По-моему, нет. Сейчас телефоны, интернет и все такое. А вот это что такое? Тоже интересное. Какой-то забавный мальчуган. Руки в брюки. Шапку надел. Осень настала. Глазки пуговички. Смотрит. Знает, куда идет. Знает, что он должен делать. Уверенный в себе. Шарф закрутил. А на шарфе-то мишки. Мишуточки. Классные. Соглашайся быть богатым. Соглашайся быть счастливым. Оставайся, Ваня, с нами. И будешь нашим королем. Ты будешь нашим королем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok